МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Чёрная икра по-самарски. Предприниматели региона представляют инновационные идеи. Темпы не снижают. В Самаре продолжается ямочный ремонт. Чтобы навсегда запомнили, какие сувениры повезут из Самары домой участники и зрители Мундиаля. Есть чёрную икру ложками, глядя в окно на Эйфелеву башню. Всё это бизнес по-самарски. Более ста проектов представили предприниматели на восьмом международном форуме Самарская платформа развития бизнеса. Здесь же предприниматели и представители власти обсудили вопросы взаимодействия. Об уникальных проектах самарских коммерсантов расскажет Марина Матвеевшина. Свой маленький Париж может быть в любом городе. Если, к примеру, Эйфелеву башню распечатать на 3D-принтере. А позволяет это сделать уникальная разработка самарских предпринимателей – станок плазменной резки. С помощью него можно изготовить конструкции абсолютно любой сложности. Станок режет лазером любой металл. Толщина листа может быть от миллиметра до 100. Фигуры, узоры и формы задают в специальной программе на компьютере. Во многих сферах сейчас применяется. Начинают от строительства. Самое элементарное – это урны, например, делают металлические. Собственные уникальные разработки предприниматели демонстрируют на восьмом международном форуме Самарской платформы развития бизнеса. Единственная в области осетровая ферма только начинает свою историю. Но уже через пять лет Самара может стать крупным поставщиком черной икры. За счет установки замкнутого водоснабжения для рыбы создаются идеальные климатические условия. Повышается продуктивность, повышается скорость роста развития. И это дает возможность в кратчайшие сроки вырастить высококачественный продукт. На форуме много социальных инициатив. Универсальный гусеничный подъемник – аналог зарубежного, только в разы дешевле. Незаменим там, где невозможно построить лифт или пандус для инвалидов-колясочников. Подъемник мобильный, разбирается и собирается за минуту. И поместится в любой автомобиль. Производители предлагают таксистам взять на вооружение такое оборудование. Поскольку такси существует, но, к сожалению, пока оно оборудовано только внутренними средствами подъема. А дальше инвалиду или колясочнику добраться проблематично. Более ста проектов предприниматели Самары и других городов представляют в этом году на бизнес-форуме. Кроме того, это и площадка диалога между самими предпринимателями, а также между бизнесом и властью. Благодаря этим форумам происходит бизнес-контакты, который способствует созданию новых производств, расширению продаж продукции. И для города это рабочие места, это дополнительные налоги. Самарский бизнес должен развиваться. Депутатский корпус для этого сделает все. Завтра на заседании Думы мы принимаем решение о налоге на имущество физических лиц, а льготные ставки на 4 года. И это тоже поможет самарскому бизнесу. В рамках форума администрации Самары и бизнес-сообщества «Деловая Россия» подписывают соглашение о сотрудничестве. О развитии малого и среднего бизнеса говорят и за круглым столом по вопросам предпринимательства. Эксперты обсуждают финансовое выживание компаний в условиях кризиса и поддержку отрасли государственными рычагами. В Самарской области реализуются программы, способные не только сохранить бизнес, но и помочь ему развиваться. Марина Матвеевшина, Марьяна Мирна и Сергей Баскин. События. Очередь на жилье среди военнослужащих по Самарской области сократилась на 4,5 тысячи человек. В прошлом году его получили больше 100 человек. Сейчас новоселье ждут еще 304 офицера. О новых подходах в обеспечении жильем военных сегодня на пресс-конференции рассказал Игорь Самсонов, начальник отдела Центра регион жилья. Впервые за много лет государство увеличило компенсацию за аренду квартиры тем, кому не могут предоставить служебное жилье. Теперь семье из двух человек выплачивает 15,5 тысяч рублей, а семье из трех – 18,5. По словам Игоря Самсонова, обзавестись собственным жильем военные могут с помощью одного из трех способов получить квартиру от государства, воспользоваться жилищной субсидией или так называемой военной ипотекой. В этом случае за кредит платит государство. До тех пор, пока военнослужащие служат, кредит за него выплачивает государство. В случае увольнения из рядов вооруженных сил с высокой 20 лет, военнослужащему не надо возвращать перечисленные государством по его кредиту средства целевого жилищного займа. То есть квартиры, грубо говоря, переходят в его полную собственность. Проверка на прочность. Представители фонда капитального ремонта сегодня побывали с инспекцией в нескольких самарских домах. Эти сталинки, построенные в середине прошлого века, десятки лет ждали обновления. Как итог, каждую весну их жителям грозил потоп. Полгода назад кровли отремонтировали на деньги фонда капремонта. Но вот насколько качественно? Вместе с инспекторами это проверила Алина Чемерс. Мне несказанно повезло, делится Анастасия Проскурякова. Квартиру чудом ни разу не затопило. Девушка живет на последнем, третьем этаже в Сталинке, которую построили еще в 30-е. Рассказывает крышу, здесь десятки лет не ремонтировали, текла постоянно. Соседи напротив намучились, даже небольшой дождик приводил к потопу в квартире. Дождь, либо снег таял, когда дождь, текло все. Соседи сделали ремонт, то есть вся плитка отлетала, лужи, то есть приходилось с тазиками быть. Маленькие дети тоже как бы, ну, лезли туда. Капитальный ремонт крыши этой трехэтажки сделали осенью прошлого года. Здесь заменили водосточную систему и полностью обновили кровлю. Мы заменили гнилые доски, заменили парогидроизоляцию, сменили старое покрытие кровельного шифер, уложили профильерный лист оцинкованный и уложили утеплитель. То есть сейчас все вообще в отличном состоянии, то есть крыша новая. Сейчас эта кровля где-то не менее 25 лет должна отстоять, я так думаю. Сейчас как бы все нормально, жалоб от жильцов мы не получаем, то есть как бы никаких протечек. Новые крыши над головой радуются и жители Кировского района. Нина Лукашева рассказывает, раньше весны здесь ждали с опаской. Как только начинал таять снег, в квартирах было настоящее половодие. Капитальный ремонт кровли здесь начали делать в ноябре, уложились за три недели. Работу мастеров контролировали жители. Работа была качественная, дисциплина в бригаде была, рабочая, профессиональная. Февральское вот это вот уже, наше первое вот это вот, отцепление показало, что все, мыли, теперь этих проблем, тазиков, ведер, тряпок лишены. И теперь у нас, в общем, как говорится, над нашими головами нормальная добротная крыша. На вооружении у мастеров только современные технологии. Вместо шифера постелили кровельные листы, установили специальные ограждения, которые зимой будут сдерживать снег. Деревянный каркас обработали по специальной технологии. Теперь крыша в этой двухэтажке – самое безопасное место. Была сделана противопожарная обработка современными материалами. Здесь, если даже специально поджигать, то есть сейчас вот деревянной конструкции пожар не будет, вот эти современные технологии позволяют это сейчас сделать. На капитальный ремонт кровли каждого из домов потратили примерно по полтора миллиона рублей. И это средняя цена. Она зависит от площади крыши и сложности работ. Шесть лет эти дома рабочие будут обслуживать по гарантии. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. В зоне подтопления в этом году могут оказаться 16 муниципальных районов области. Такую информацию озвучили на заседании противопаводкового штаба. Из-за аномально теплой погоды в этом году подъем уровня воды ожидается почти на две недели раньше прежнего срока. По информации гидромедцентра, в течение ближайшей недели резкого повышения температуры не ожидается. На территории области сохранится обычная погода. Днем столбик термометра не поднимется выше 3 градусов. Во всех районах области проходит подготовка к паводку. Готовят пункты временного пребывания, проверяют гидравлические сооружения и систему оповещения. Областное управление МЧС контролирует ситуацию ежедневно. Оперативные группы ежедневно выезжают в южные районы. Сейчас у нас потоплено 4 приусадебных участка незаселенных домов в селе Тимофеевка. Это событие находится под контролем. Район принял все мероприятия для того, чтобы не допустить дальнейшего развития. Борьба с наркотиками во взаимодействии со всеми силовыми структурами и жителями губернии. Ежегодно на телефоны доверия областного управления ФСКН поступают тысячи звонков от граждан. Те, кому небезразлична судьба молодежи, сообщают о местах, где торгуют наркотиками и организуют притоны. Именно работа с населением, а в первую очередь с подростками, поможет снизить число наркозависимых в области. Об этом рассказал новый начальник областного управления наркоконтроля Сергей Масюк на своей первой пресс-конференции. По его словам, работа не только будет усилена, но и станет более прозрачной для общественности. Управление будет открыто для средств массовой информации. Мы готовы выслушивать, мы готовы знать, что у нас происходит. Мы скрывать ничего не будем. Далее коротко о других темах дня. На Байконуре вывезли «Союз» из монтажно-испытательного комплекса на стартовую площадку. Но по погодным условиям скорость ветра свыше 15 метров в секунду, вертикализация ракеты-носителя была отложена. Решение о переносе старта к МКС не принято. Время его проведения определит техническое руководство с учетом замеров скорости ветра. 17 марта в 10 утра в Самаре будут включены электросиренные громкоговорящие устройства, установленные на крышах жилых и административных зданий. По информации Управления гражданской защиты, в этот день проводится плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем». По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке. Средства, которые планируется привлечь под первый выпуск облигаций Самарской области для населения, будут направлены на обновление исторической части Самары. Обустройство центра города станет пилотным проектом. Его общая стоимость оценивается в 2 миллиарда рублей. Из них 500 миллионов планируется привлечь за счет облигаций. Проект планируется окупить за счет реализации возводимого жилья на рынке. В четверг, 17 марта, в Самаре пройдут плановые работы на трубах. Без холодной воды останутся более сотни частных и многоквартирных домов. Под отключение попадут строения на улицах Чапаевская, Некрасовская, Молодогвардейская. Здесь будут менять задвижки на трубах диаметром 150 и 300 миллиметров. Аналогичные работы специалисты проведут и в другой части города. Холодное водоснабжение временно приостановят в 110 домах частного сектора, расположенного по улице Самолетной от Офицерской до Октябрьской и по улице Октябрьской от Самолетной до Серноводской. На Волге наблюдается аномальное явление и повторное образование льда. В этом году февраль и март побили температурные рекорды. В феврале в Самарской области температура была выше нормы на 8 градусов. А в марте все наоборот. Ночные морозы до минус 16 привели к повторному образованию льда на Волге. Поэтому неоднократно переносилось открытие речной навигации Самары в Рождествено. Изначально ее планировалось начать 12 марта, но позже стало известно, что суда запустят не ранее 18 марта. Но это представляется маловероятным, судя по тому, что происходит сейчас на реке. Международные стандарты ресторанного сервиса осваивают самарские студенты. В областной столице впервые прошел чемпионат профессионального мастерства WorldSkills для официантов. Направление для города молодое. Его начали развивать только в этом году. Зато требования к конкурсантам самые высокие. Что должен уметь лучший официант, расскажет Валерия Макарова. В официанте все должно быть прекрасно. И манеры, и улыбка, и одежда. За каждым движением следит строгая жюри. Самарские официанты по стандартам WorldSkills соревнуются впервые. В мировом чемпионате России участвовал два года назад. А вот в Самаре эта компетенция только начинает развиваться. Нам есть к чему стремиться. До мировых стандартов нам, конечно, нужно еще учиться. Но конкурсанты себя показывают с хорошей стороны. Каждое задание согласовано с национальными экспертами. Нужно уметь складывать салфетку десятью способами. Различать на вкус сорта вин и профессионально общаться с гостями. А разрезать курицу вообще целая наука. Ножки и крылышки отделяются в первую очередь. Дальше дело за грудкой. Чтобы не оставить на ней проколов, официант вставляет вилку сбоку тушки. Эксперты отмечают, орудуют ножом. Конкурсанты не очень уверены, но видно, что теорию знают хорошо. Мало того, что курицу нужно правильно разделать, ее еще нужно и правильно подать. И делается это с помощью вот такого приспособления. Мне показали самый простой способ, но даже им делать это очень неудобно. Вот так, по всем мировым стандартам, подавать курицу все-таки нелегко. На региональном этапе всего пять участников. Это молодые специалисты и студенты колледжей, где изучают ресторанный сервис. В Самаре их только три. Вот такие конкурсы, они как раз нам и покажут, так ли мы учим, в том ли направлении, какие проблемы есть. Потому что это тоже очень важно для нас, для того, чтобы каким-то образом скорректировать программу обучения и приблизить к тем потребностям, которые необходимы. Программа соревнований расписана до вечера. Участникам еще предстоит показать себя в роли бармена и сомелье. Победитель определится только завтра. Он отправится в Мордовию представлять Самару на чемпионате по Волжье. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. А теперь об экономике. Рубль проиграл очередное сражение против доллара и евро. На 17 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 71 рубль 2 копейки. Курс евро 78 рублей 75 копеек. Золото стоит 2815 рублей за грамм. Серебро стоит 34 рубля 98 копеек за грамм. Росту рубля помешала падающая нефть. Последние дни баррель Brent медленно дешевел и опустился ниже 39 долларов. Однако сегодня на новостях о новой встрече глав стран ОПЕК, на которой обсудят заморозку добычи, черное золото пошло вверх и подтащило за собой рубль. Сегодня за баррель давали 39 долларов 45 центов. Не исключено, что рост продолжится. Банкиры утверждают, что россияне берут новые кредиты, чтобы погасить старые. А спрос на отдых в Крыму вырос на 200%. Правда, турагентства, которые сейчас испытывают трудности, большие надежды возлагают на возвращение поездок в Египет. Обладателем новой Лады Весты может стать один из покупателей квартиры в микрорайоне Крутые Ключи. Корпорация Кошелев объявила конкурс. Он проводится с 16 февраля по 6 мая. Розыгрыш приза среди покупателей квартир пройдет в Доме культуры имени Литвинова 7 мая. Главный приз Ладу Весту в председатель Совета директоров корпорации Кошелев Владимир Кошелев оценил высоко. Провел тест-драйв автомобиля. Впечатления Владимира Алексеевича от достижения отечественного автопрома смотрите в нашем следующем сюжете. Продажа Лады Веста стартовала на российском рынке в ноябре прошлого года. За январь-февраль 2016-го было куплено более 4,5 тысяч автомобилей. Цена седана Веста начинается от 514 тысяч рублей. Сейчас Лада Веста производится только по предварительным заказам. Уже расписан весь апрель. Хорошая машина не ожидал, что так себя проявит на дороге. Так о Ладовесте отозвался Владимир Кошелев, председатель Совета директоров корпорации Кошелев. Несколько кругов по испытательному треку и новинка автоваза завоевала еще одного поклонника. Машина очень сбитая, такая прям цельная. Это просто совершенно другая машина. Очень отзывчивая руль, очень плавный ход. Мне нравится. Получаешь удовольствие от вождения. Я пока, вот я сижу, я даже не знаю, к чему придраться. Удивительно, очень понравилась эта вот новая коробка автоматическая. Я вообще не чувствую переключения. То есть плавность хода просто идеальная. И садился в вазовскую машину, а это как будто и не вазовская машина. Семья Кошелевых в свое время ездила на многих вазовских моделях. Были у них и восьмерки, и девяносто девятая, и десятки. В наши дни Владимир побывал за рулем разных иномарок. Но вазовская новинка его приятно удивила. Машина достаточно хорошо проглатывает все неровности на дороге. Очень достойный, мне понравился, хороший салон. Поэтому машина очень-очень такая достойная. И внешне нам очень понравилась. И особенно цвет вот этот, он такой завораживающий. На этой машине потенциальному покупателю достаточно проехать один раз. И он уже влюблен в автомобиль. Как и я, признается Владимир Кошелев. Шанс стать обладателем новинки есть у каждого. Конкурс корпорации Кошелев уже стартовал. В Самаре полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Это экстренная мера, позволяющая быстро привести в порядок разрушившиеся после зимы дороги. В этом году таким образом планируют привести в порядок почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. И при необходимости этот объем службы благоустройства готовы увеличить. Как проходит ночной ремонт, увидела Марина Матвейшина. Работа кипит, земля дрожит. Дорожные ямы на улице промышленности приказывают долго жить. В арсенале рабочих простые и незамысловатые, казалось бы, инструменты. Однако по эффективности им нет равных. Без лопаты отбойного молотка не обходится ни один ямочный ремонт. В своей работе дорожники нередко вспоминают уроки геометрии. Ямам замысловатой формы они придают форму правильную геометрическую – квадрат либо прямоугольник. Да и глубиной ямы должна быть не менее 7 сантиметров, чтобы асфальтно-бетонная смесь надежно в ней закрепилась. После того, как из ямы уберут все мелкие и крупные камни, струей воздуха сдувают пыль. Теперь дело техники – большого современного кохера. Это практически печка на колесах. В ней летая асфальтно-бетонная смесь разогревается до 220 градусов и постоянно поддерживается на таком уровне. Это позволяет ремонтировать дороги даже когда на улице минус. Основная проблема, которая может возникнуть при данном ремонте – это выпадение осадков. То есть пока температура не опускается ниже 10, работы производить можно. Единственное, что проблема – если выпадает, начинается либо снег, либо дождь, работы приостанавливаются до возможного посыхания дорожного покрытия. В этом году ямочный ремонт начали раньше обычного. Позволила ранняя весна. Уже отремонтировали 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В прошлом году к этому времени готово было почти в два раза меньше. В ближайшие дни планируется делать ямочный ремонт не только ночью, но и днем. Задействуют все установки Кохера, что нашли в области. Шесть принадлежащих муниципальному предприятию благоустройства и еще четыре предоставили предпринимателям. Автолюбителей такой масштабный подход к ремонту только радует. Обязательно нужен, потому что в такую непогодицу, когда асфальт поднятый морозами, то чтобы не потерять колеса, очень нужен даже хороший ремонт. Вот видно по городу, что уже ямы засыпаются и работа проводится. Он необходим, понимаете, и то, что делается ночью, это плюс, потому что днем большие пробки затрудняют движение. Ремонт, он как бы даже вот такой точный, он нужен. По крайней мере, советская армия отремонтирована более-менее с того. На этой неделе отремонтируют полностью улицы промышленности Алексея Толстого, Льва Толстого и Каховскую. Всего в планах подлатать почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. А когда среднесуточная температура установится выше 5 градусов, начнется ремонт горячим асфальтобетоном. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Более 700 новых деревьев высадят в этом году в Самаре. Часть из них придет на смену старым, аварийным. Сейчас специалисты Самарского зеленхоза спиливают сухостои во всех районах города. За их работой наблюдала Лариса Шалафаст. На бульваре Металлургов работа кипит с самого утра. Сотрудники предприятия спецремстрой зеленхоз спиливают аварийные деревья. Старых сухостоев здесь много. Самому молодому дереву полвека. Они представляют угрозу, тем более тополя, ветки очень ломкие. При любом усилении ветра они падают и могут их по технике безопасности и угрожают жизни людей. В основном балку ведут весной. Именно в этот период легче выявить погибающее дерево. В этом году на территории города запланировано спилить 900 кубов деревьев. На их месте высадят липы, ели, туи и каштаны. Новые насаждения появятся и в Кировском районе. Работы на бульваре будут вестись до начала лета. Здесь спилят еще несколько сухостоев. Взамен высадят саженцы новых молодых деревьев. Лариса Шлафас, Станислав Левин. События. Съедобные футболисты от кондитеров. Раскладные матрешки-карты. Тканевые куклы от рукодельниц. Стеклянные мячики на подставках. И, конечно, ракета. Самарцы предлагают свои варианты символики для грядущего чемпионата мира по футболу. Дирекция города-организатора по проведению и подготовке чемпионата. Профильные департаменты и предприятия региона собрались, чтобы обсудить проблемы и перспективы развития сувенирной продукции в Самарской области. В память о грандиозном спортивном событии каждый гость хочет увезти с собой сувенир. На то, чтобы утвердить их полный список, есть еще два года. Пока утвержден лишь один символ туристического бренда. У нас торговая марка, графический символ в виде зеленого сердечка с буквы «С» изображения «Волги». Оно у нас является зарегистрированным. И мы можем уже как промысловикам, так и производителям различных товаров предлагать это для использования в своей продукции. А теперь пришло время новостей спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарская дзюдоистка вторая на открытом турнире «Пан Америка». Тольяттинская теннисистка рвется на олимп турнира в «Индиану Эльсе». Чемпионат Самарской области по пулевой стрельбе. Первые победы. В спортивном комплексе Старозагора Самарские стрелки разыгрывают медали областного чемпионата, пока в лидерах снайпера ЦСКА. Они заняли весь пьедестал почета в категории «Пневматическая винтовка». Золотые медали у Евгения Ищенко и Дины Дрогановой. Дарья Касаткина успешно выступает на теннисном турнире в «Индиану Эльсе» США. На ее счету уже три победы. Очередная ее соперница Моника Пьюик из Пуэрто-Рико проиграла ей в двух сетах 6-4-3-6-7-6. В одной восьмой финала Касаткина сразится со швейцаркой Тимея Башински. Кристина Румянцева выиграла серебро открытого турнира под дзюдо «Пан Америка». В Буэнос-Айрес Аргентина Самарченко выступала в легком весе категории до 48 килограммов. В финале мастер-международник уступила итальянке Валентине Маскат. На третьем месте Аврора Клеменце, Франция, Иоанна София Джура, Бельгия. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА